Шуба. Сергей Алексеев. Группу ленинградских детей вывозили из осаждённого фашистами Ленинграда дорогой жизни. Тронулась путь машина. Январь, мороз, ветер студённый хлещет. Сидит за баранкой шофёр, коряков. Точно ведёт полуторку. Прижались друг к другу. В машине дети. Девочка, девочка. Снова девочка. Мальчик. Девочка. Снова мальчик. А вот ещё один. Самый маленький, самый щупленький. Все ребята худы-худы, как детские тонкие книжки. А этот и вовсе тощ, как страничка из этой книжки. Из разных мест собрались ребята. Кто с Ухты, кто с Нарвского, кто с Выборгской стороны, кто с острова Кировского, кто с Васильевского. А этот, представьте, с проспекта Невского. Невский проспект. Это центральная главная улица Ленинграда. Жил мальчонка здесь с папой, с мамой. И вдруг затормозила. Остановилась полуторку. Вышел из кабины шофёр, коряков. Снял с себя тёплый солдатский овчинный тулуп. Подбросил Олю. Кричит. Лови! Подхватила Оля овчинный тулуп. Да как же вы? Да право мы! Бери-бери! Прокричал коряков. И прыгнул в свою кабину. Смотрит ребята. Шуба. От одного вида её теплее. Сел шофёр на своё шофёрское место. Тронулась вновь машина. Укрыла тётя Оля ребят овчинным тулупом. Ещё теснее прижались друг к другу дети. Девочка, девочка. Снова девочка. Мальчик, девочка. Снова мальчик. В самой серёдке крохом. Большим оказался тулуп и добрым. Побежало тепло по ребячьим спинам. Довёз коряков ребят до восточного берега Ладожского озера. Доставил посёлок Кабон. Отсюда, из Кабона, предстоял им ещё далёкий-далёкий путь. Простил сокоряков с тётей Олей. Начал прощаться с ребятами. Держит в руках тулуп. Смотрит на тулуп. На ребят. Эх, бы ребятам тулуп дорогу. Так ведь казённый. Не свой тулуп. Начальство головы сразу сняли. Смотрит шофёр на ребят. На тулуп. И вдруг. Эх, была не была. Махнул коряков рукой. Поехал дальше тулуповчиной. Не ругал его начальству. Новую шубу выдал.